Роберт Шекли. Конечная. Это случается вот так. Ты откидываешься на спинку кресла. Первый класс компания Мажорские космические линии. Закуриваешь сигару и берешь бокал шампанского. Начинается рейс из Развал-Сити-Земля на Гнусьвильский перекресток. Арктур-12. Сразу за таможенным барьером тебя ждет Магда, а в Ультима Хилтоне устроят шикарную вечеринку в твою честь. И ты понимаешь, что прожив наполненную борьбой жизнь, ты, наконец, добился богатства, успеха, привлекательности и уважения. Жизнь похожа на кусок печеночного паштета. Сочная, жирная, вкусная. Ты столько лет перекапывал дерьмо ради этой минуты, и вот она настала, и ты готов насладиться ею. И тут загорается табло. Посадка. Эй, красотка! Окликаешь ты стюардессу. Что творится? Мы высаживаемся на конечной, отвечает она. Но ее нет в расписании. Почему мы приземляемся? Сюда нас завел корабельный компьютер. Пожимает плечами стюардесса. Придется вылезать. Послушайте. Холодно начинаешь ты. Мой добрый друг Джон Уильямс Нэш, президент вашей линии, заверил меня, что остановок вне расписания не будет. На конечной гарантии недействительны. Объясняют тебе. Может, вы и не собирались сюда, но то, что сюда вы приехали, это точно. Ты застегиваешь ремни и думаешь, ну что за невезение. Всю жизнь вкалываешь, как и шаг. Врешь, воруешь, жульничаешь. А только захочешь повеселиться, нате вам. Конечная. На конечную попасть легко. Всего и дел. Появиться тут. Космолет припаркуйте на свалке. Никаких бумаг подписывать не надо. Ни о чем не волнуйтесь. Пройдитесь, познакомьтесь с ребятами. В крутом оттяге подваливает живчик с вопросом. Чуваки, а с чего вы тут кайф ловите? Да она вроде как с надеждой девяносто восемь, отвечает нюхач-морт. А какие с той надежды глюки? Начинаешь думать, что у тебя есть будущее. Эх, мне бы так потащиться. Грустно вздыхает живчик. Познакомьтесь с Люси Лапочкой, девушкой с тысячью ожиревших тел. Каждый поднедельник я захожу в небесную лавку тел и хочу выбрать себе, наконец, симпатичное тело. Вы понимаете, что я имею в виду симпатичное. Но каждый раз на меня словно находит что-то. И я вновь оказываюсь в мешке с жиром. Если бы я только могла победить этот дикий невроз. О, какой бы красоткой я стала. Комментарий доктора Бернштейна. Ее спасение в ее похмелье. Неудачники всегда принимают истинный облик. Будете уходить, пните ее. Она напрашивается. Жирардо много путешествовал, но никогда не забирался далеко от дома. Точно говорят, что вся галактика поместится у меня в голове. Чем дальше едешь, тем меньше видишь. Был я на Акмёне четвертом, вылитая Аризона. Сардис шестой, Калькас Квибека. А Амиона шестая, двойник Земли Мэри Берт. А на что, похоже, конечная? Если бы я знал, где я, отвечает Жирардо, то подумал бы, что вернулся домой в Хабакен. На конечной приходится все импортировать. Ввозят кошек и тараканов, мусорники и мусор, полицейских и статистику преступности. Ввозят кислое молоко и гнилые овощи. Ввозят голубую замшу и оранжевую тофту. Ввозят апельсиновые шкурки, растворимый кофе, запчасти от Фальсвагена и запальные свечи Чемпион. Ввозят мечты и кошмары. Ввозят тебя и меня. Но зачем это все? Глупый вопрос. С таким же успехом можешь поинтересоваться, а для чего реальность? Хм, а для чего реальность? Заходите в любое время. Я живу в доме три нуля по улице Зеро, на перекрестке с минус бульваром, близ нулевого парка. У этого адреса есть некое символическое значение? Да нет, просто я там живу. На конечной никто не может позволить себе необходимого. Зато роскошь доступна всем. Каждую неделю бесплатно раздаются 10 тысяч тонн первосортных устриц. Но майонеза вы не найдете ни по дружбе, ни за деньги. Разговор на Лимба Лейн. Доброе утро, молодой человек. Вы еще занимаетесь этой глупостью о целях и средствах? Да, наверное, профессор. Так я и думал. Ну, до свидания, молодой человек. Кто это был? Профессор. Он всегда спрашивает про глупости о целях и средствах. А что это значит? Не знаю. А почему не спросишь? Да плевал я на него. Монизм постулирует, что существует нечто одно, говорит доктор Бернштейн. Дуализм, что не одно, а два. И в том и в другом случае выбор у вас не богатый. А-а-а-а! Восклицает Джонни Каденса. Может поэтому все тут на вкус похоже или на острый перец, или на апельсиновый соус? Реплики философского общества конечной. Ад – это бесконечно откладываемая поездка. Ад – это твое настоящее лицо. Ад – это когда получаешь то, чего не хочешь. Ад – это когда получаешь то, чего хочешь. Ад – это повторение. Гляди перед собой. Там чернота вселенной, провала, конца, прыжка в ничто. А за тобой все места, где ты побывал. Прошлогодние надежды, вчерашние прогулки, старые мечты. Все использовано и выброшено. Ты дошел до финиша. Садишься и думаешь, чем же заняться дальше? Добро пожаловать на конечную. Добро пожаловать на конечную.